значит кто я да то есть вот опять же как андрея левченко я имел глупость декабре пойти по врачам но у меня кризис среднего возраста начался немножко раньше чем 42 мне 31 но вот врачи увидев меня тоже качали головой и говорили что надо убирать живот и вообще есть меньше сахара и все что говорил андрей левченко но дело не в этом после этого я так решил что у меня начался этот непонятный кризис слишком ранний среднего возраста и я начал думать о том же кто я допустим карману было тяжело меня представить кто же я я работаю в оон я преподаю в отца я стараюсь быть очень хорошим отцом и мужем я веду не один блог я кулинар многие называют меня геденистом сия кыргызстана и все остальное да то есть ну много разных вещей то есть кто я я сам не знаю кто я иногда мне хочется что-то выбрать одно я не хочу бежать с офисной работы во время обеда или 8 утра в отца и вещать что-то важное моим студентам которые тоже тут сидят я не хочу сейчас вот в перерыве на кофе-брейках люди подходят и спрашивают как правильно сделать грибной крем-суп или люди подходят и говорят а знаете я сделал тирамису или кишлорен по вашему рецепту у меня все получилось даже без секретного ингредиента и то есть я понимаю что вот на самом деле мне нужно уже решить то кем я должен быть и поэтому вот стоит очень большой вопрос кто я и на самом деле но опять же я считаю что это не не мой уникальный случай я думаю что вопрос эта проблема дилемма стоит перед многим из нас и я начал думать по этому поводу и мне показалось что это все связано с тем что вот ну по крайней мере мое поколение да вот кому около 30 или за 30 или даже больше мы такие немножко такие жертвы какого-то разорванного поколения то есть мы разорванное поколение то есть я был пионером да может быть я был первым первым пионером в моем классе но я был пионером я я должен был ехать в артек развалился союз да и какое-то было просто для меня самое большое разочарование в жизни а потом вот наступает вот эта непонятная пара 90-х годов на которые жаловались и эрген и дельбар и для меня это вот но это мое становление да я я получил образование в эти в эти годы а потом вот сейчас то есть и на самом деле то есть меня много меня много я живет во мне не только во мне и вас тоже и на самом деле вот непонятная ситуация с тем кто я она приводит к тому следующему вопросу кто мы и и вот под мы а имею ввиду население нашей страны кыргызстанцы да но у нас нет этого понятия кыргызстанцы и мы хотим чтобы это понятие было у нас нет этого понятия кыргызстанец не это ничего не о стереотипа о кыргызстановriadе на есть стереотипы грыбы зах и стереотипов узбеков если а американцы Remается там большие шумные много едят но в улыбаются. Французы любят женщин. А кыргызстанцы? Кто такие кыргызстанцы? Мы очень разные кыргызстанцы. Мы из юга и севера. Мы с Икуля, с Батьена, откуда угодно. И мы делимся постоянно. Мы любим делиться. Мы такая маленькая-маленькая страна. У нас всего пять с хвостом миллионов. И мы любим делиться. Мы любим делиться на кланы, мы любим делиться на регионы, мы любим делиться на север-юг, мы любим делиться на субкультуры, мы любим делиться на крыгызов и кыргызов, мы любим делиться на мырков и немырков. То есть это все-таки вот… Мы же тобой рыбаны немножко тема. Но я считаю, что о них нужно говорить. И может быть это банально, и мы как Карман любят говорить, но мы любим… Ну как, мы все это знаем, мы все это переживаем в себе, но мы никогда об этом не говорим. То есть я считаю, что мы должны на эти темы говорить для того, чтобы вот пришла большая идея, чтобы мы решили, как это должно быть. То есть опять же у нас очень много разных людей. Вот есть люди, которые ходят на TEDx, а есть, которые даже не знают, что это такое. Есть люди, которые ходят в цех Loft, а есть, которые даже не знают, что там происходит, что там, зачем вообще это нужно. То есть все эти моменты говорят о том, что у нас очень-очень диверсифицированное общество. То есть у нас очень-очень много страт в нашем обществе. И на самом деле это нормально. То есть в любом обществе, в западном, в демократическом, в любом обществе это нормальный феномен. Но, к сожалению, он не всегда хорошо действует на политическую систему, на какие-то демократические процессы и все такое. То есть это разнообразие вполне живет, если есть консолидированная демократия, которой у нас нет. То есть мы всегда говорим, что мы в транзите, мы очень-очень много лет в транзите, и мы движемся, может, в консолидированной демократии. Но на данный момент, то есть именно вот эта разношерстность этого общества нашего, которым мы живем и человеками, которыми мы являемся, то есть это на самом деле какая-то угроза даже в будущем. И я вот именно вот говоря о стереотипах кыргызстанцев, то есть я хотел сказать, ну подумать, да, может, по-бранстормить вместе с вами, а что вот нас объединяет? Нас объединяет ошлемфу на самом деле, да, то есть после пятничного клубинга. То есть нам хочется утром это танг и ошлемфу, да, то есть, я не знаю, может быть, нас в будущем объединит Марина Ким. Ну, я не знаю, то есть у нас нет стереотипов, у нас нет ничего кыргызстанского, мы слишком разные. То есть давайте думать, давайте создавать эти стереотипы, давайте, потому что говорят, что стереотипы это плохо, возможно, но у нас нет этих стереотипов, нет стереотипов о нас. Давайте создавать стереотипы о нас. И монаст тут не сработает, к сожалению. Арнт Лейбхарт, это Нидерландо-американский политолог. Когда я писал свою гонородскую диссертацию, то есть вот Лейбхарт для меня был всем, да, то есть его книги были для меня Библией, он был для меня там каким-то верховным божеством, и когда я имел наглость ему написать e-mail, он мне ответил. И вот он мне ответил, и для меня вот это было, вот, для меня снизошло там какое-то вдохновение божественное. И мы с ним стали переписываться, он мне стал помогать писать мою работу. То есть это вот на самом деле, это пример, да, для очень многих таких звезд, исследователей или ученых, что надо быть ближе вот к народу. И почему вот Лейбхарт вот для меня не просто, как бы вот персонально, да, он мне помог, но в том, что Лейбхарт является автором концепции так называемого разделенного общества, divided society. И опять же, это достаточно стопированная тема, то есть говорить, особенно после конфликта юнистского в нашей стране, о разделенном обществе в целом. Но я считаю, что мы должны на эту тему говорить, потому что когда мы говорим, возникает много мыслей, возникает много слов, и возникает какая-то идея, и мы должны будем эту идею как-то использовать в будущем. И вот в чем смысл концепции разделенного общества? В том, что существуют какие-то страны, где общество делится на какие-то отдельные сегменты, то есть его еще будем называть сегментированное общество. Эти сегменты, они всегда носят какой-то определенный характер, то есть это может быть этнический характер, это может быть идеологический, может быть конфессиональный или что-то еще. Так вот, классическим примером divided society разделенного общества является Нидерланды, то есть не сегодняшний Нидерланды, а исторический, с 30-х по 50-е годы 20-го века. Так называемая система ферзелинг. Да, вот она тут, это непереводимое слово, то есть ферзелинг так и вошло в англоговорящую политическую библиографию, как ферзелинг. То есть ферзел по-голландски означает опора, то есть опора общества. И в Нидерландах, в 30-х, ну сразу после Первой мировой войны, стало возникать такое общество, основанное на трех опорах, на католиках, протестантах и либералах. И по сути люди, они были разделены на вот эти три опоры, и они не соприкасались друг с другом вообще. Хотя они жили в одной маленькой Голландии. Голландия очень маленькая, то есть это как, не знаю, Чуйская и Талайской области вместе, да, может быть. И что это значит? То есть католики ходили в католическую школу. То есть прежде всего они женились друг на друге, да, только на католиках. Потом они ходили в католическую школу, потом они поступали в католический университет. Они слушали католическое радио, читали католические газеты, смотрели католическое телевидение. То есть по сути они нигде не соприкасались. Единственное место, где они соприкасались, ну может быть в Булочной где-то, да, но при этом они не решали какие-то общие проблемы. Они просто покупали круассаны. Они соприкасались на национальном уровне. То есть когда вот эти лидеры возникали в этих трех опорах, им приходилось решать судьбы Голландии вместе. То есть на этом основывается консенсусная политика, или так называемый консуционализм, мои студенты знают это слово. Так вот, этот ферзелинг на самом деле, он был необходим для того, чтобы общество выжило на тот момент. Но в 50-е годы ферзелинг стал абузой для голландского общества и необходимы были какие-то толчки для того, чтобы избавиться от ферзелинга, для того, чтобы запустить так называемый онт-зелинг, тот, который анти-ферзелинг. И этот онт-зелинг тоже было очень трудно запустить, потому что это не может быть искусственным процессом. Это всегда должно быть натурально, это должно происходить просто так, потому что так надо. То есть его никто, никакой политик не скажет, что мы начинаем онт-зелинг, все. Такого не может быть. То есть или сегодня начинаем ферзелинг, или заканчиваем ферзелинг. Нет. И как это вышло? Вы знаете, что в Голландии правит королевская семья. Там есть королева Беатрикс, но в тот момент королева была всего лишь принцессой. Ну, правда, наследницей, но тем не менее. Так у нее есть сестра. И эта сестра, она такая, как и многие жители Голландии, такая немножко сумасбродная, она решила влюбиться в испанца. Ну, испанцы 99%, католики, да? И она решила за него выйти замуж. Ну, испанец, он тоже не из простой семьи, он там тоже принц какой-то, но он испанец и католик. И что это был абсолютный кризис в политической стране, что принцесса, сестра, наследная принцесса, решила выйти замуж за католика. То есть вот эта опора, система опор, ферзелинг, она стала рушиться, потому что, по сути, королевская семья, а не протестантская семья. И что произошло? То есть сменилось неимоверное количество правительств, был безумный политический кризис, парламент принял решение о том, чтобы лишить всех регалий, принцессу несчастную, Маргарита ее зовут. И, значит, они приняли решение, что они лишают ее титула, они лишают ее права на следование трона и все остальное. И таким образом она становится просто обычной голландкой, ну, правда, сестрой королевы, но при этом она получает вот это право выйти замуж за того, кого она хочет. И вот этот вот момент, это на самом деле исторический и поворотный момент в истории Голландии. То есть когда вот есть такая система, скажем, разделенного общества, то всегда есть потенциал конфликта. И, к сожалению, в нашей стране такой конфликт произошел в июне 2010 года. И именно поэтому очень важно поднимать и очень важно, прежде всего, принять, что мы живем в разделенном обществе. То есть, возможно, мы это принимаем как-то неофициально, что вот мы просто живем, да, то есть есть там Яссыкульские, Баткельские, есть Узбеки, Киргизы, да, но мы должны принять это как-то вот более-менее официально. То есть наше общее сознание, кыргызстанцев, должно это понять. И тогда нам будет легче реформировать страну, нам будет легче предупреждать конфликты, потому что мы будем понимать, что это есть. Мы не должны отказываться, что этого нет. Так, национализм. Это тоже одно из последствий, да, скажем так, июньского конфликта. Да, национализм всегда был, он есть в любой стране, но именно вот конфликт в южных областях в июне 10-го года, он обнажил, да, вот эту вот очень нехорошую сторону нашей жизни, и это стало модно, да, сегодня быть национализмом. Очень многие политики используют национализм, может быть, они не являются националистами, потому что, может, они не знают, что это такое, но они это используют, потому что это обеспечивает им электоральную какую-то поддержку. и поэтому вот я не зря сегодня одел галстук из узбекского адреса. Вот именно потому, что национализм — это не есть хорошо. И говоря обо всем этом, я хочу прийти к вопросу идентичности. То есть я начал с того, что я задал вопрос, кто я, потому что я не знаю, кто я, я не знаю, какая моя идентичность, потому что я много всего, у меня много идентичности. Я вот сын отца южанина и матери северянки, я гиргиз, хотя я учился в кыргызской школе, я вот, ну не знаю, выпускник московского вуза, может быть, меня это относит в одну категорию с дельбаром, мне бы хотелось, я еще потанцую, чтобы быть в одной категории с дельбаром. Я не знаю, но вот мне претят национализм, у меня очень интернациональная семья. Ну, я люблю шлемфу, да, я умею готовить кишлоры. Ну, как бы вот эти все вещи, то есть вот эти идентичность, это очень, очень важная вещь. То есть и очень важно, чтобы мы знали, кто мы такие, для того, чтобы вообще что-то делать. Потому что в 19 веке, да, русские философы задавались вопросом, что делать, да, если вы помните из курса русской литературы, школьного курса, то сегодня главный вопрос это кто мы. На самом деле, ну, может быть, на него ответили древние греки, кто мы, да, вот мы какие-то людишки там в одной большой вселенной. Но на самом деле сегодня важнее понять, вот кто мы на самом деле есть, для того, чтобы решать проблемы, которые перед нами стоят. И они очень сложные, эти проблемы. И я бы хотел закончить вот отцеводством, потому что я так понимаю, что, в принципе, и поэтому меня пригласили на Теликс, но я почему-то решил отказаться говорить про отцеводство, но я все равно вот добавил это немножко сюда. Почему отцеводство важно и что такое отцеводство, да, то есть это как быть родителем и как отстроить свои отношения с родителями. Это и то, и другое для меня. И идентичность, почему и отцеводство тут важно, потому что процесс социализации, он начинается в семье. А если в семье как-то вот все негладко, тогда вот эта идентичность, она таки будет как-то неправильно расти. И поэтому очень важно уметь говорить «я тебя люблю» своим детям и своим родителям. Я знаю, что в нашем очень традиционном обществе крыгызы, особенно парни, да, то есть или мужчины, для них очень тяжело сказать «я тебя люблю папе». Да? Ну, наверняка. Но ведь ваш отец, ваши отцы, они же заслуживают, чтобы услышать от вас «я тебя люблю». Я потерял своего отца в прошлом году, но я успел ему сказать «я тебя люблю». И это очень важно, потому что… Ну и как бы все это ведет к генонизму на самом деле. Я не знаю, видите ли вы логику или нет, но на самом деле вот уметь наслаждаться жизнью, уметь любить себя, то есть начинайте с себя, начинайте с индивидуума, начинайте на индивидуальном уровне. И потом все остальное получится тоже. Сегодня говорили про то, что мы должны искать счастье, да, это чисто такая американская мечта. Но счастье, оно каждый день, понимаете? И генонизм – это именно философия наслаждаться каждым днем, потому что сейчас можно быть счастливым каждый день. Не надо чего-то ждать, просто будьте счастливы. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субатитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...